Год назад, когда я записывала первую часть этой программы, тема моей дипломной работы была «Как задавать вопросы». Позже я изменила ее на «Как правильно отвечать на вопросы». Именно потому, что увидела, как многие наши медийные личности не справляются с этой задачей. Это программа «Зорки» и я, Юлия Бунт. Сергей Лапковский, сегодня герой нашего выпуска. Привет! Да, привет! Ты помнишь, как мы писали с тобой первую часть программы год назад? Да я уже забыл, и как-то время на самом деле быстро пролетело. Ты мне сказал, что сегодня год, и мне казалось, буквально было совсем недавно, а уже год прошел. А многое изменилось в это время? Ну, тебе ли не знать? Конечно, много. Много всего происходило в жизни, хорошего. Больше, конечно, хорошего, чем плохого. Кардинальные изменения и в жизни, и в творчестве. Ну, и в тебе внутренне, думаю, в первую очередь, да? Да, сто процентов. Давай посмотрим и будем долго говорить, томиться, как тебя люди оценивали. В общем, в принципе, даже не оценка, это их эмоции, их отношения, их мнения. Первый человек. Сотрудничали и снимали клип вместе. В принципе, парень веселый, позитивный, талантливый. Но это, конечно, ужасный поступок. Мне кажется, всем девушкам будет дико неприятно. И это, конечно, не красит его абсолютно. Возможно, на это были какие-то причины. Никто же не может знать, что конкретно было у людей в отношениях. Тяжело судить, мне кажется, так просто, поверхностно. Ты отгадала, о чем говорила Катя? Слушайте, я вообще... Ну, я догадываюсь, в принципе, но мне кажется, эта тема вообще не для обсуждения. То есть столько лет прошло, а до сих пор какие-то злые языки говорят обо мне что-то неправильно. Ну, это, по сути, может быть, неплохо. Это просто то, что она запомнила о тебе, потому что, наверное, это как-то было публично. Не сожалеешь в том, что это было публично или все равно? Да я сожалею, что, в принципе, вся моя жизнь публичная. Как бы и все вещи, которые происходят у меня, либо они не происходят, их просто потом договаривают, что ли. Дорисовывают. Заложник я своей ситуации. Давай посмотрим дальше. Возможно, все лучше. Марина Некрасова тоже встречалась с Лобковским. По какой-то причине она от него ушла, а хороших мужчин не бросают. Вот эти сладкоголосые, вот это, понимаете, это вот Лобковский, Каминский, вообще не мое. Нет, я бы это даже, ну, не те люди... Понимаете, я даже не люблю смазливых-то парней и слащавых. Мне нужно, чтобы был мужчина, и в первую очередь это ум, юмор, острота, и чтобы он что-то умел делать, наверное, кроме того, что петь. Ну, Аня, как бы, имеет свою точку зрения, и она имеет на это право, в принципе, как любая девушка или любой человек в нашей стране. Не устраивает, не смотри, не обсуждай. Нравится что-то другое, слушай что-то другое, влюбляйся в других мужчин. Ну, значит, мы просто разные типажи, и не подходим, как люди, возможно, друг к другу. Ну, это и хорошо. Я же не претендую на роли мужчины, в принципе, она гораздо больше меня в раза четыре. Ну что, смотрим дальше тогда. Поругал, потому что за хорошие деньги. Они получили отличный гонорар, то есть я как промоутер горжусь этой своей идеей, потому что поругать-то их поругал, но они получили хороший пиар, материальное вознаграждение и признание в той сфере, в которую крайне сложно попасть. Так они были просто-таки смазлив мальчики из телека, а так они вхожи в самые лучшие бойцовские клубы. Вхожи в бойцовские клубы? Можно сказать так, как Паша сказал, но в любом случае, среди спортсменов мы немножечко получили некую огласку, что ли. Ну и больше каких-то знакомств более правильных, что ли, интересных появилось. Не только в музыкальной сфере, но и спортивной. А как вы общаетесь с Раишкиным? Очень хорошо, вполне. Мы с Пашей периодически на каких-то мероприятиях, особенно не только музыкальных, но и спортивных, уже начали пересекаться какие-то турниры, какие-то выездные матчи, в том числе и футбольные, и там различные соревнования. Паша всегда зовет в команду. Ну я с ним не спал в одной постели, каков он, я спознать не могу. Ну человек что-то делает постоянно, то есть он не стоит на месте, он пишет новые песни, он пытается сунуть свое лицо там в каждую дырку, в надежде, что в итоге это все-таки принесет свои плоды. В принципе, некоторые песни из тех, которые он поет, я бы назвал даже, ну, неплохими. Какой-то мега харизмой он не обладает, хотя достаточно ничего и смазливой, и подача есть. Ну, то есть такой персонаж не из плохих, я бы сказал. Есть гораздо хуже него. Что скажешь? Ну, что я могу сказать? Своё мнение есть у Максима, оно и есть, и хорошо. Приятно, конечно, что некоторые песни, по его мнению, как композиторы, да, являются, в принципе, неплохими. Это уже, можно сказать, комплимент, а уж тем более, кто знает Максима, в принципе, поймет. По поводу того, лезть в каждую дырку. Мы как раз с тобой сейчас встретились, ты сказал, что давно не снимался. Что-то изменилось за этот год? Да нет, огромное количество съемок, просто не настолько охотно я на них соглашаюсь. И я понял для себя одно, что не нужно ездить на какие-то кулинарные шоу, какие-то там программы, в том числе и зорки. Нужно пиарить своё творчество, а не ходить и рассказывать о том, как мы любим, там, спорт или как мы любим, там, других артистов. Всё это, конечно, пиар и всё остальное, но уже немножко не то положение, не тот статус, что ли, чтобы ездить и соглашаться на различные сомнительные проекты, которые после чего приносят лишь вот такие отзывы, как, например, сейчас сказал Максим. Сомнительный проект, мне нравится это описание, но правда, как есть. Смотрим дальше. А Сергея Лобковского, я вот знаю, что он такой парень фуршетный, его можно увидеть на всех фуршетах, где там кнопушечки стоят, там бокальчик какой-нибудь халявный, вот там Серёжа Лобковский. Вот, как бы, а так я с ним, как-то сказать, чтобы я там как-то особо лично с ним знакома была, нет, ну, пересекались, он приходил ко мне, хотел, вот я работала в одном из ночных клубов, города Минска, хотел работать, потом после этого там звонил иное количество раз, то есть он хотел работать в качестве ведущего, вот, что для меня, собственно говоря, было удивительно, потому что он вроде как позиционируется как певец, но, как говорится, волка ноги кормит, наверное, он там по всем фронтам пытается заработать. Ну, если честно, до того момента, пока она не сказала, что я к ней приходил в клуб, я не узнал вообще, кто это, в принципе, и зная её, что она где-то там является каким-то организатором, и однажды мы пересеклись с ней в клубе по поводу действительно ведущего, ну, а почему нет, что там она говорит, а он себя позиционирует как певец, я себя уже как два-три года не позиционирую только как певец, в принципе, основной заработок не только пение, но и ведение мероприятий, и я этим горжусь, я зарабатываю этим деньги, да. Что касается конопушечек? Я вообще не сторонник сейчас посещения каких-либо мероприятий, я не знаю, откуда она это взяла, но, в принципе, наверное, она одна из тех девушек, которая ходит по этим фуршетам и ест эти конопушечки, это всё. Серёжа милый, спокойный человек, на самом деле, в жизни, но Сереже нельзя пить алкоголь. Когда Сергей Лобковский выпивает алкоголя чуть больше, а мне доводило с этим сталкиваться, он становится очень понебратским, хамоватым парнем, очень неприятно себя ведёт и позволяет себе лишнее. Вот, его творчество, я не знаю, мне не нужно судить, потому что мне неинтересно, и я не слушаю. Нет, я не буду врать, я где-то краем уха что-то там слышал, то есть там, грубо говоря, я пару раз был на странице, Серёжа, в ВКонтакте, из любопытства какого-то, не знаю, ну, раз уж мы говорим о каких-то известных людях, а он известен в Беларуси, чего ж тут кривит душой, и мне не нравится их музыка, я не слушаю. Ну, круто. По поводу алкоголя? Кому бы, как ни Андрею, говорить по поводу алкоголя, в принципе. Не знаю, какие ситуации были. Возможно, я не исключаю, все мы как бы под богом ходим, никто там не может, мне кажется, в нашем шоу-бизнесе похвастаться, что ни разу не пререгал алкоголь. Не знаю, разные ситуации бывали, но у меня так на памяти нет, чтобы мы с Андреем где-то там в стычки какие-то входили, там, или какие-то конфликты. Очень уважительно отношусь, часто пересекаемся на мероприятиях. Ну, а по поводу творчества, как бы, ну, а что, посмотрите там на Андрея, он себя позиционирует как плохишом, я вообще не понимаю, какая музыка ему нравится, судя по его иму, в принципе. Ну, я думаю, что Андрей даст нам ответ, когда придет на нашу программу в трезвом виде. Следующий герой или героиня? Вот у меня была такая стычка, ты, давай, скажем, ладно, была стычка с Сергеем Лобковским, он там что-то, я был в Москве, и он что-то как-то не очень красиво обо мне отзывался, и, собственно, ну, мне об этом сказали в той же Москве, и я, собственно, ему ответил тем же, то есть, ну, я не хочу с тобой общаться, а ты, как бы, а мы, как бы, ну, у нас были нормальные отношения, то есть, я был открыт для общения, но потом, после этого я понял, что, ну, что, собственно, лучше, как бы, придержать, как бы, какие-то слова в процессе нашего общения. Я там, ну, как-то виделись мы, я, ну, как-то, мы общаемся, но нет такого какого-то желания больше, потому что, ну, знаешь, как бы, человек один раз делал, он, может, и продолжает там, да, за спиной. То есть, я не люблю лицемеров, жутко не люблю лицемеров, и, ну, как бы, сразу даю понять, что, ну, лучше сразу не подходи ко мне. Вы дружили, я так полагаю, да? Да никогда не были мы с Димой, в принципе, там, в хороших отношениях, в плане, там, типа, вот, друг, там, и, ну, и понебратства какого-то не было, в принципе. Слухи, ну, слухи, они рождаются, я же уже повторюсь, просто вокруг людей известных постоянно рождаются какие-то слухи, я не знаю, кто, где, как, куда, что сказал, и, в принципе, у нас есть какие-то общие, там, знакомые, возможно, и это в основном какие-то такие девушки, что ли, женский полк, а женский полк, как всегда, рождается, в принципе, некие сплетни такие, не знаю, подковырки, что ли. Никогда в жизни, там, ничего плохого не говорил о Диме, а уж когда была у нас одна минимальная такая стычка, я ему в лицо сказал, что, ну, как бы, не нравится его творчество, и он на меня, по-моему, очень сильно обиделся, ну, на что я сказал Диму, ну, как есть, и, в принципе, чтобы такого другого, я говорил, за спиной, да не было, я ему в лицо однажды сказал, и, ну, и, в принципе, после чего, там, спустя, там, полгода мы пожали друг другу руки, и никаких, вроде, недосказанностей, не было, не знаю, почему она так, возможно, уже в течение этого года она изменилась, вроде, как мы встречаемся, общаемся. Думаю, что да. Смотрим следующего персонажа, очень позитивно. И я все-таки за него, и за то, что он, ну, не поменял фамилию, потому что, ну, его отговаривали, я знаю, то есть даже родители настаивали, Саша, Сергей, поменяй, ну, тебе будет неудобно, надо будет смеяться, но он не поменял, мужик, мужик Лобковский, мужик. И поэтому, конечно же, Сергей, ведь, что мужчину красят, да? Мужчину, конечно же, красят ровные зубы. Вот у меня уже проблемы, да? Уже они меня не красят. А у Сергея он сам идеальный, он стройный, во-первых, да? На нем хорошо лежат все костюмы, вот эти вот, которые фирменные, брендовые. Вот баечки с горлышком, вырезы до пупа идеально ему идут. Есть еще и ниже, но это он отдельно где-то одевает, там, не знаю, где. То есть, ну, это хороший музыкант, во-первых, да? У него классные песни, они играют на радио. У него, у него всегда, как бы, у него, как бы, вот, ну, вот просто вот классно. Прям не смог вот столько прям красоты в твой адрес. Ну, приятно. После вашей программы, в принципе, наверное, с большей части людей там кто-то здороваться не будет. Ну, не только там в моем, мне кажется. Со мной, в первую очередь. Не только в моем лице, но я думаю, что каждый, кто к вам придет на передачу. По поводу Виталика, спасибо ему огромное. Ну, я также к нему очень хорошо положительно отношусь. Мы очень часто пересекаемся на мероприятиях. И всегда в его адресе я говорю, что он огромный трудоголик, потому что на протяжении вот уже сколько мы лет варимся в одной и той же теме, уже, наверное, лет 10, что он, что я снимаем клипы, выпускаем каждые три месяца песни, в отличие от всех тех людей, которые здесь сидели, уже говорили различные там неприятные слова в мой адрес. И самое главное, что, ну, мы не уходим ни направо, ни налево, мы идем всегда просто ровно, несмотря ни на какие сплетни. Мы, я говорю, берем Лобковского и Карпанова. Лобковского и Карпанова, да. То есть кто бы с кем переспал, за какую сумму. То есть если бы Карпанов был в активе, а Лобковский в пассиве, то Лобковский ободался за 30 тысяч. А если бы наоборот? Карпанов? Не, Карпанов дороже стоит, я думаю. Такая у нас была шутка-прибаутка просто, на 30 тысяч немало. Они мне не нужны. Вообще, а что вы обсуждали, в принципе? Ну, немножко о сексуальной ориентации, в принципе, провокации на то, вот если рассматривать, какие люди из шоу-бизнеса могли бы, скажем так, быть вместе, как актив и пассив. Ну, а дальше там, Саша, на слова я такие слова даже не знаю. Да, я тоже как-то немножечко... Нет, все, Сережа уже женат, все ясно, ничего не будет. Спасибо. На самом деле, это был последний человек, хотелось вот... Так мало? Да, все это говорят, все это говорят. Ну, по некоторым причинам, да, кто-то где-то потерялся у нас, очень были большие сложности с видео, кто-то случайно удалился и так далее, и не случайно. Что скажешь по поводу увиденного, кто-то построил, удивил, порадовал, запомнился? Да, на самом деле, все как-то ровно. Если честно, я очень спокойно сейчас отношусь вообще ко всем разговорам и все то, что окружает вокруг, да. То есть, тут каких-то людей я, в принципе, вообще не знал, ну, вот в том числе вот девушка, которая про какие-то конопушечки говорила, да, и Бог здоровья. Я очень хорошо ко всем отношусь, я желаю всем только, чтобы у них все получалось, чтобы не было вот подобного рода мероприятий, которые могли друг друга обсуждать. Если все-таки есть какие-то недосказанности и какие-то неприятные моменты, то лучше пускай действительно подойдут и скажут в лицо, да, что ты мне не нравишься, или там, что ты про меня говоришь, как в том числе Дима Каминский, который говорит, что я где-то там что-то про него говорил. Пускай занимается творчеством. Я хочу пожелать, чтобы у всех все получалось, и будьте счастливы, господа. Я тоже за то, чтобы такой программы, как у нас, не существовало в будущем. Давайте говорить все, как есть друг другу в глаза. Это были Зорки и Сергей Лобковский. Пока.